Госсовет Чувашии собрался на последнюю в этом году сессию завершить некоторые дела, чтобы не оставлять их на следующий год. В основном это касалось приведения республиканских законодательных актов в соответствие с федеральными. Изменения в основном коснулись выборного законодательства, о референдумах, о выборах депутатов и главы региона, о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями. Напомним, речь идет о введении единого дня голосования и о продлении срока полномочий членов избирательных комиссий до пяти лет. Все поправки прописаны в федеральном законодательстве, с которым наши парламентарии спорить не стали. Больше того, депутаты Госсовета решили поддержать коллег из Госдумы и Совета Федерации, голосующих за закон Димы Яковлева, то есть за меры воздействия на лиц, причастных к нарушениям прав и свобод человека, граждан России. И хотя законопроект подразумевает защиту всех граждан, вспоминают в первую очередь о детях, пострадавших от иностранных усыновителей. Обсуждая законопроект, парламентарии вооружили статистикой усыновления ребятишек из Чуваши. Допустим, в 2009 году это было 90 случаев усыновления, в 2010 году 80 в целом по республике, коллеги. В 2011 году 63. Ну, год пока не закончился, на сегодняшнюю дату немного меньше. В том числе из них российская, российская, это чуть более половины, чуть более половины. Остальная, меньше половины, это иностранные. Из них это Соединенные Штаты Америки, Италия, Испания, Франция, Швеция и Германия. Это единичные случаи. К счастью, оговорился Петр Краснов, с детьми из Чуваши никаких неприятностей не было. Многие до сих пор поддерживают связь с республикой и рассказывают о том, что им живется неплохо. Но, по сути, и одного бесчеловечного случая достаточно для принятия мер. А в Соединенных Штатах пострадали уже несколько детей из России. В этом вопросе даже завзятые спорщики госсовета проявили солидарность с коллегами. Также большинством голосов было принято обращение госсовета Чуваши к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором депутаты просят дать оценку действиям руководства Минсельхоза России. Напомним, речь идет о смене руководства Сельскохозяйственной Академии в республике. Парламентарии сочли необходимым вступиться за Николая Васильева, как за грамотного управленца со стажем работы в сельском хозяйстве, отметив, что результаты мониторинга эффективности ВУЗа никоим образом не характеризуют ректора, проработавшего в этой должности всего полгода. Кроме того, парламентарии приняли программу законопроектной работы на 2013 год. О том, что было сделано в 2012-м, отчитался спикер госсовета Юрий Попов. В течение года проведено 8 сессий государственного совета. На них принято, а затем подписано главой, 91 закон. 27 из них базовые, то есть новые законы. Остальные – это внесение изменений, уже действующие нормативные акты. Перечисляю некоторые ключевые законы 2012 года. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. О бесплатной юридической помощи Чувашской Республики. О выборах главы Чувашской Республики. Об охране здоровья граждан Чувашской Республики. О единовременном денежном пособии гражданам, установившим, удочерившим ребенка, детей на территории Чувашской Республики. Оба полномочены по правам человека, оба полномочены по правам ребенка и многие другие. После рождественских каникул госсовет вернется к работе, но уже не в прежнем составе. Сложил с себя полномочия депутат от Козловского района Александр Разумов, перешедший на работу в Россотрудничество. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика.